всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл game и сегодня снова видео на проекте родина ролеплей центральный округ у них здесь кирилл под булови не забывайте вводить воник при эстрации и так пацаны уже скоро просто будет новый год буквально осталось совсем немножко и не знаю возможно это даже последнее видео в этом году по родине но в следующем году уже будут получается новые видосики я надеюсь что уже в новом году выйдет какое-то обновление потому что нос уже как бы новый год буквально через там 23 дня но до сих пор нету никакого обновления на родины я не понимаю почему потому что как бы уже пора добавить и вентяки подарочки новый модпак зимний там и так далее но почему то пока что этого никто не делает но возможно уже скоро возможно даже 31 числа выйдет я надеюсь обновление и мне будет что он показать но сегодня хочу получается собрать урожай так сказать, на своем огородике и продать его, и посмотреть, сколько я за это получу денег. У меня для этого есть специальная машина, это получается грузовичок, в который можно выгрузить много овощей там и так далее, и потом увозить их на продажу. Поэтому, пацаны, видео будет интересный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я хочу только один подарок себе на Новый год, это 17 тысяч на канале. Нам осталось совсем немножко, поэтому, если вы не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Я вам буду очень сильно благодарен. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, я, короче, собрал весь урожай, у меня тут все было засажено просто картошкой, где-то кустов 50, и чтобы один куст забрать, нужно 16 секунд ждать, короче. Только я не понял, у меня в фургон пошли или нет? Походу не пошли, а нахера тогда в фургон вообще нужен? Положить. Так, можно положить, короче. Положить пуд, команда. И айди количество. Ну давайте попробуем положить. 82 куста, пацаны, короче, у меня было. Вот, видите, 82 картошки я положил. То есть всего у меня было 82 куста. Я тогда не понимаю, зачем вообще нужен этот грузовик, если здесь дохренище просто место. Я даже на участке своем не смогу столько всего посадить, чтобы полностью забить этот фургон. Поэтому, пацаны, кто шарит, пожалуйста, напишите мне в комментариях, потому что лично я думал, то что, ну, я не смогу на руки себе там много взять всего, поэтому я специально для этого купил фургон. То есть, получается, если я могу на руки столько много брать, мне фургон не нужен. То есть, мне как бы можно его продать. Ну, типа, кто шарит, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я почему-то немножко не понял, зачем он именно нужен. Кстати, когда едешь, типа, вот эта панель как-то раздражает. Да, я понимаю, это специально сделано, чтобы вы могли видеть, сколько у вас всего лежит, но можно было, знаете, типа, сделать так, что ты подходишь сзади фургона, нажимаешь там определенную команду, либо определенную кломбку, и просто ты можешь сам посмотреть. Ну, в принципе, такая же система, как на багажнике, чтобы была. А то ты едешь, у тебя вот эта хрень, вот эта панелька, как бы, на пол машины, и, типа, ну, оно так себе выглядит. Так, все, я приехал на ферму Скоринок, получается, теперь нам нужно продать это все. Продавать это нужно, по-моему, именно вот здесь, поэтому давайте сейчас припаркуемся, и давайте посмотрим, сколько нам, блядь, заплатят. Просто, ну, я, честно, не помню, что-то самое, типа, дорогое, что можно выращивать. Все, я, получается, все забрал, и давайте попробуем это все продать теперь. Так, получается, у нас картошка по 27 рублей. А что это вообще самое дорогое? А, самое дорогое, походу, это мед. За 100 грамм мёда дают 2000, получается. Можно будут улики, кстати, купить, и тоже себе поставить на участке и продавать мёд. Те, самое дорогое, это картошка и подсолнухи. Давайте продадим картошку. Я получил 2000, пацаны. Типа, блин, я потратил где-то 1000, чтобы семена купить, и оно там росло, получается, час чем-то. Ну, типа, 2000 за 82 картошки. Ну, я не знаю, это хорошо или плохо, но в любом случае, как бы, я ушел в плюс, а не в минус, поэтому, я считаю, это неплохо. Итак, пацаны, я, получается, поставил три вида уликов. Это, получается, самый обычный, средний и самый классный. Это вот этот. Чем они различаются? У каждого разная прочность, но я не понимаю, на что оно влияет, и вообще как будет фармиться мед. Здесь, как бы, не написано время. У льи нет меда, просто написано и всё. Типа, что нужно для того, чтобы здесь получился мед? Может, нужно пчелу покупать, или как? Я просто не знаю, пацаны. Кто шарит, пожалуйста, напишите мне в комментариях, потому что я вообще какой-то тупой. Возможно, надо реально пчелу купить, либо я хрен знаю, что надо делать, потому что, ну, типа, времени здесь не указано. Когда ты садишь растения какие-то, там пишется время, с какое время оно вырастет. И отличаются они здесь объемом, получается, вот, в самом обычном 100 объем и 5 прочности. Здесь, получается, 250 объем, 15 прочности. Здесь объем 400 грамм и 25 прочности. Короче, я поставил три вида уликов. Ну, что ж, пацаны, всех просто с наступающим. Там, желаю вам счастья, здоровья в новом году. Конечно, возможно, еще в во вторник, может, еще видео, кстати, выйдет про казино по родине, но я только не знаю. Либо, возможно, во вторник выйдет ивент, я запишу тоже видео. Короче, либо это последнее видео по родине в этом году, либо нет. Не знаю, как получится, короче. Всем просто там счастья, здоровья, с наступающим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok